Добрый день. Я говорю, нельзя, потому что ссоры возбуждают, состязания. Он говорит, я чисто для себя прокачусь, не буду ни с кем состязаться, чтобы уроков много было, целый год по репетиторам, хотел чуть-чуть развеяться. Я вот не знаю, что ему ответить. Он не пропускает, соревнования все время по воскресеньям, но в этот раз в субботу, а он воскресенье никогда не пропускает, все время в церковь ходит, то есть на соревнования никакие не ходит. Не знаю даже, что ему сказать. Я бы никогда не разрешил, ни под каким видом. Они там бешеные. Если упадет, их там сколько погибает, конца нету. Даже на машинах, а про мотоциклы говорить нечего. Категорически запретить. Если надо прокатиться отдельно где-то, не участвуй с ними вместе. Они когда ломятся и один упадет, они его не видят, они куча мала через них. Я сколько раз видел, это гибель. Даже машина переворачивается 7-8 раз. Машина, а это мотоцикл, он вес наружу. Вы потеряете сына. Не надо сказать, давай помолимся, сынок. И не надо этого делать, не надо. А я вот уже хотел ехать завтра на тренировку и не могу уснуть, что-то у меня сердце начало сжать. И все, думаю, думаю об этом. Даже думать не надо. Думать не надо. Уже ему повещал. Это ваш сед, сохраните его. Не делай, Игорь, этого. Не делай. Я прямо сердцем болит только сказал. Я сразу, у меня сердце говорит, кричи ему скорее. Ни под каким видом этого не делай. Скажи, сынок, это не надо, это смерть. Можешь в интернете найти и показать, как они в кучу. Один падает, даже на велосипедах, когда едут. Я знаю, Игорь Тихонович, я же этим занимался 10 лет. И он у меня занимался с 6 лет. И не знаю, что так, понимаете, прямо у него так хорошо получается. Ну, один из лучших. Игорь, остановись. Пустое время. Я тебе сказал, ты спросил. У тебя одна жизнь и у сына одна жизнь. Зачем Бога искушаете? Бросься вниз. Понесут ангелы тебе? Не понесут. Написано, не искушай Господа Бога твоего. Христос ответил. Это искушение. Не искушай. Он погибнет. Я лежал в больнице. У меня на операции был. И пацаненок лежал. Ну, какой пацаненок-то? Уже лет, наверное, 16-17 ему. И какие-то у них особые велосипеды по горам. И он весь из уродов на лежит. Весь перебинтован. У него кости все, кучу, как лапша. И все равно. Я выздоровею. Я опять поеду. Ну, ты теперь, где срослось, оно легко ломается. Дурень ты. Ты ходи по ровной дороге. А если где-то по горам, то узнай, надо ли туда лезть. На горы, на опасности лезут только святые. Там миссионеры, которым деваться некуда. Потому что они Богом побуждаемые. Или сумасшедшие, бесноватые. Только два. Вот выбирай, кто твой сын. Святой или бесноватый. Да, тогда бесноватый получается. Ну, вот получается так, дорогой мой. Ты с ним поговори, а я помолюсь сегодня. Чтобы Бог ему положил на сердце. Сынок, за твою жизнь я не отвечаю. Когда ты вырастешь, ты будешь горько жалеть, если ты останешься живой. Ты пример даешь другим. И люди другие, глупые, потянутся туда. Что ты хочешь показывать-то? Ты поезжай туда, куда надо. Сейчас весна. Поезжай на трещерем шина рвать там и прочее. Да не один поехать с кем-нибудь, с крепким парнем. Девчонку никогда с собой не бери. Это опасность новая. Не трожь. Вообще не прикасайся. Строго держи. И вопросов никаких нету. Ты отец. А в футбол можно сыграть иногда в школе? Можно. Можно для своих когда. Отдельно. Никакого соревнования. А просто вот у нас в деревне играют. Играют девчонки, мальчишки. И взрослые дядьки с бородами бегают. Ну, радостный день. Солнце. Специально у нас ровное место. Трава. Ну, почему не побегать-то? А другие сидят, смотрят. Там весело, интересно. Никто никого не бьет, не пинает. Он показывает. Стоит. Просто огромный подворостный футболист. Англичанин или какой-то. И уже все заканчивается. И он пошатнулся, упал. Готовый, умер. Берут мертвого. Сердце не выдерживает. У нас тут один Черепанов такие надежды подавал. Вот они играют, хоккеисты, на льду. Ну, уж такой он хороший. У него там девчонка, там все писали. Тоже прямо на стадионе скончался. На стадионе. Большой спорт. И везде пишут, он вреден. А то тщеславие развивается. Обязательно первым будет. Ну, ладно, ты первый. Ну, вот Власов Юрий поднимал большие тяжести. А потом, а потом-то что, у него раздавлены все межпозвонковые диски. И он операцию за операцией. И я, говорит, не могу два шага сделать. Со второго этажа пока спускаюсь. Мне, говорит, жена, ну, такая плотная рубашка. Три раза меняет он в поту весь. Чемпион мира. Да никто не знает. Но Владимир Кузь бегал. Первое место занимал на Олимпийских играх. В конце что, спился, ничего нет, умер. До 50 лет не дожил, наверное. Олимпийский чемпион в Астралии. На 5-10 тысяч километров бегал. Кому это надо? Надо бежать, надо уметь бегать. Но слушай, сердце, как оно у тебя и в каком возрасте. Ну, я сейчас побегу. Что, когда организм на исходе? Человек до 70 лет, 70 лет, 80, прикреплась. А мне вот 10 июня рядом уже будет 77. Что спрашивать-то? Я отбегался. Но и то маленько побегу. Потому что все время в труде, работаем, летом. И сердце-то подсказывает, что можешь маленько там пробежать. Скажите, а что вот у человека такое бывает? Внутренне сопротивляется, не хочет ничего делать, да? И одни минусы в этом видишь. И все равно хочется это сделать. Надо смотреть. Понимаете, здесь... Вот меня иногда спрашивают, вот я такой и есть. Как вы думаете? Да ты что, свалился на меня? Я еще даже и не молился, я об этом деле не знал. Не могу. Ну, хоть как-то. Никак. Это заблуждение. Иногда я день, два, три недели, месяц. А бывает месяца три. И все, ответа нет. Нет ответа. А потом сразу раз, внезапно, Господь открывает. Надо прислушиваться к Богу. Потому что вот это все, что вы спрашиваете, это входит в миссионерскую работу. А сегодня отделы миссионерские, они грубые, с деревянными мозгами сидят там. Эти отделы нельзя создавать. Можно создавать шоколадную фабрику, конфетную. Миссионерский отдел нельзя создать. Это от Бога. Чтобы человека обратить, Златоуст говорит, ему нужно этому человеку тысячи талантов. Ни два, ни три, ни пять. Ни одна тысяча, а тысячи. А чтобы, говорит, покрестить, ни одного таланта не надо. Достаточно быть священником рукоположенным. Так и здесь, чтобы дать ответ, это все входит в сферу миссионера. Он уже потенциальная возможность, объект, на котором он может показать милость Божию. А это нет, как зверье выходит, хватает, давай, ты не такой, там это где-то. Сейчас одурели, на патриарха кидаются везде, что он с папой встречался-то. Глупые, злые люди. На патриарха не кидаться надо, а помочь ему выстоять. Потому что уже все развращено, православия-то нет никакого. Православия-то нету, фиксия одна. Все католичное. Они там, западная Украина, отовсюду понаехали эти, попыцы, священники эти, архиереи. Они некрещеные, моченые. И когда говоришь, как надо правильно делать, он на тебя звереет, прямо лезет. Уже все католичное, безбородое. Что-то спрашивает. Посмотри на католиков и на своих прихожан. Некрещение, таинства все извращены. Патриарх-то ничего к этому не добавил. Он может быть такой же и есть, как они. Что-то встреча с папой дала, ничего не дала. Вот где надо думать-то, смотреть внимательно. Они понять не могут. А они глупые, они бестоланные. Вот эти потанцевали в храме Христа Спасителя. Давай их посадили. И к ним прикасаться нельзя было, к свернавцам. Надо было храм закрыть, как оскверненный. Три месяца молиться возле храма. Вся страна бы обратилась. Чтобы патриарх был там и день, и ночь. Не прекращалась молитва три месяца, круглосуточно. Я им сразу в первый день сказал. Они бестоланные, версткие люди. А по-мерзке как? Казаки пошли, плетью отодрали их. Ну, надо отодрать, и все это надо. А если бы это было мусульман, вы знаете, что бы они мечеть так осквернили у них? Ну, еще нам пример брать с мусульман. Где-то и можно брать, а здесь-то у нас же христианство. Это другая область. Это высота, это целомудрие, нежность. Это полнота. Они не знают этого. Ни архиереи, ни... Но я не говорю о всех, я говорю о тех, которые видят. Которые с Украины, это самые безбожные архиереи у нас в православии. Они все ломят и давят по-своему. Своих тащат сюда корыстолюбивые. Мстительные. Вот этот Майдан, все это они организовывали там. И участвовали в этом. Или неправильно делали, подбивали. Ну, это, между прочим, тебе сказал. Скажи, сынок, не надо. Как назвать-то его? Егор. Егор? Да. У меня дед Егор. Моя мама Мария Егоровна. И племянник у меня Егор. Это Георгий, одно и то же имя. А как в крещении, если Игорь зовут, а как в крещении? В крещении? Ну, в крещении Георгий. Ну, а его Егором зовут. Не, а меня вот Игорь зовут. А как мне, я в крещении как буду? Игорь, Игорь будешь, если не желаешь переменить. А если есть какая-то причина, то при крещении разрешается имя переменить. Я просто молитву, моли Бога, а мне святой Георгий прошу. А Игоря я не знаю, святого. Игорь, а как же князь Игорь? Ты открой календарь, посмотри. Они их поминают, когда князе все вместе. И Игорь есть. Есть. Вот у нас в православии нету Генриха. Его крестили, он Геннадий принял имя из немцев. А другой, его звать там Эдуард. У Эдуарда нету. Англичан есть, а у нас нету. Его, он взял имя сам Себастьян. Игорь Тихонович, а вот еще такой случай, может подскажете, что был РО, ну мой сын в интернете иногда смотрит эти сайты мотокроссовские, там новости в мире. И в России разыгрывали, мы сами из Беларуси, в России разыгрывали комплект колес, переднее и заднее, Пирели. И он, вот там надо было что-то отправить, СМС-ку какую-то. И 10 тысяч человек участвовало в розыгрыше. И он вот помолился, отче наш, и выиграл этот комплект резины. Ему прислали сюда из Москвы в Беларусь. Два колеса. И я говорю, непонятно, или от Бога, или лукавый нам дает, чтобы мы влезли туда опять. Так, тут надо смотреть, что там они ставят, какие вопросы. И если эти вопросы побуждают, что прославить Господа нашего Иисуса Христа, то надо участвовать, если у Него есть знания. Вот тут тоже один мой знакомый, так я закончу мысль, он сам настоящий поэт прямо пишет и музыку составляет, и вот он говорит, вот объявили конкурс всероссийский. Знаменитые там люди где-то. И мой сын Ваня, а самого звать Сергей, вот он избрал вас. Я говорю, ну а какая знаменитость-то? Моя жизнь корявая такая, я видел, что там преследует меня то в тюрьме, то где. Ну вот у вас-то материалы какие-то есть, там про вас снимали, вы бы дали ему. Ну мне не жалко, это открыто, я дал. Он первое место занял. Первое место по России вообще. К нам в Потеряевку приезжал, ну на день деревни-то, и приглашенный, а знакомый он работал в районной газете «Свет Октября», а потом перешел в краевое УВД, краевое. Вот. Галенко, Влад, Владислав. Ну он был, статью написал, и, кажется, первое место присвоили на Останкино. Понятно какое? Опять первое место. И напечатали журнал охрана, милиция, главный журнал Министерства внутренних дел. Понимаете, где еще не возьмут писать? Первое место. Фильм во мне сняли конкретно. Златоуст, ну у меня прозвище, какое там Златоусте, смешно даже, у меня ни образования еще нету. Златоуст в Потеряевке. И он занял первое место в России. А, которые там присваивали, там было три епископа православных только. А в втором фильме участвовали, там не только об нас, а другие. Занял первое место на международном киноконкурсе предчувствия. Это документальные фильмы. Документальные. Конечно, мне уже оттуда сообщали, говорит, он фильм занял место благодаря вам, вы вытянули его. А я не вытягивал, я просто говорил, как есть, в простоте. А это пришлось как раз к месту, это время перестройки было. Понятно? Это от Бога. Если участвует он в этом и видит пользу, сказать для других. Почему не показать, если он знает? Если в этом нет ничего плохого, что за это пришлют? Прислали за счет? Там вопросов не было никаких, там просто надо было нажать кнопку, ну, как розыгрыш и все. Ну нет, это не надо, это лотерея, это вот везде участвует. Нуждая лотерея. Лотерея, нет, нет, нет. Я думал, что вопросы познания... Ну там платить не надо было ни за что, просто отправить смс-ку и все. То есть ни к чему не обязывало. Ну, что-то в этом есть, просто давить, это можно день и ночь давить и получать первые, вторые резины. Я думаю, что-то еще. Один раз поучаствовал и сразу выиграл. Ну, что, говорит, перед розыгрышем этим, отче наш прочитал, и тут все так удивились, думали, что это обман, говорит, мы не верим, что вы выиграли, а потом прислали нам сюда. А бывает именно обман. На вас выпал, вы должны вот получить, там кто-то умер, наследство на вас оставил, миллионы. Это обман, никогда не участвовать. Ну, вот это я не знаю. Я всегда смотрю, есть ли польза прославить моего Господа. Тогда можно где-то сказать. Вот. А если этого нет, то резина разная. Вот сейчас бы сказали, а вот котел с золотом я бы нашел. Во-первых, его надо делить с государством, отдать больше половины. Ну, а там бы столько налетело, не надо. А вот найдется добрый человек помочь. Там у нас пруды вот восстанавливали. В прошлом году Бог нам послал такого человека, и он помог. И мы восстановили три пруда, восстановили, хотя бы, говорится, косметически. Ну, теперь рыбу запустили, и дорогу сделали 250 метров. А 250 метров дороги почти полмиллиона обошлось. То есть хорошая была помощь. И мы вот делали поездку там по Белоруссии, везде ехали, только одна поездка у нас на бензин ушло 440 тысяч. Ну, понятно, что это... А у меня пенсия 6500 рублей. Это люди находились, которые сами предлагали деньги поучаствовать. Мы взяли. Но я отвечаю, у меня везде кветочки, где заплатили. И даже дорогу рыбы ни разу не купили, а на свои деньги, которые в кармане были, карманные расходы. Вот ребята были, на свои деньги мороженое покупали иногда. Иногда, редко, там, ну, раза три за всю дорогу. Я никогда в рот не брал. У меня нет денег. Конечно, я людей обижаю этим. Они купили рыбу. Я вижу, она подороже, чем наша мойва-то. Ну, были мы в Армении. Я за стол не сажусь. Я их обижаю. Но я не могу по-другому. Даже здесь вот купят они. К нам заезжают молочники с Потеряевки-то. Ну, и покупают наши ребята-то сливки. Сидим за одним столом, и я не беру сливки. Но если он пас, и дают ему сверху этого каждый двор, у кого корова есть, там пас, тогда это... А я выхлоп отдал, сказал, кто пасет, ему даже и давать. В это мое участие. Тогда я возьму порцию. Меня за это осуждают. Вы вот это щепетильные такие, там вроде... Ищите, где не надо. Я не могу по-другому. Это стиль моей жизни. Я не могу. У меня... Вот сижу, я с вами разговариваю, одновременно сейчас шью брюки. У меня новая дырка образовалась. И мне не стыдно ничего. Я не отвлекаюсь. Я, к примеру, говорю, вчера та же. И занятия идут. Я участвую в них. В наушнике, говорю, а сам пришиваю новую заплатку трехэтажную на брюки свои. Вот и моя жизнь такая. Что вы меня судите за это, я говорю. Но я ни копейки не тращу на одежду. Ни копейки за последние 50 лет. Вот. Мы за зиму вдвоем жили, втроем жили-то. Я не знаю, рублей сто потратили, нет на питание. Остается мука от лагеря. У меня же дети помогают. Нашлась душа, которая пополам. Мешок ей, мешок нами. Она хлеб пищет нам. Но картошка своя. То есть по одежке растягивай, ножки протягивай. Вот так. То есть во всем должно быть благоразумие. Прославить Бога. Как это будет? Я думаю... Игорь, я не спросил вас там, потому что вы для меня человек не чужой. Я вас уже спрашивать впредь не буду. Все, что у нас записывается, выставляется в интернет. Почему? Потому что вы свой человек. Вы это знаете. Игнатий Тихонич, а вот вы так вот все скромно живете, там в скромных условиях, скромной одежде, в скромном питании. Так получается, вы все равно, если бы даже чуть-чуть себе позволили что-то, вам же уже в осуждении не было. Вы и так много сделали. Еще таких не найдешь. Я знаю, я знаю, бывает иногда уже, ну никак нельзя, ну обед, обед общий у батюшки. Батюшка-то, ну раз в 10, в 20 богаче меня живет. У него около 100 вещек у батюшки-то. Я знаю, я знаю. Но я никогда, ну арбуз пригласить поесть, да, а так нет. Даже за столом. У меня рыбное что-то сготовят, я мясо-то вообще не ем-то. И то строго по норме. Не могу, это мой стиль жизни. То есть, я в этом всю жизнь прожил и не могу... Хорошо. А почему вам, для чего так вам? Вот этот стиль жизни, это вам так нравится или вы все-таки это, чтобы для бога так все сделали? Я для бога это делал, учился. Я вырос в бедной семье и потом у меня закрепилось так, лишнего нищего на себя. А все, что сэкономится, для бога отдать милостыню. Если я всю жизнь плащу 9 десятин и 100 заработанных рублей 90, отдаю на дело божие 50 лет. То, значит, я на двух, на трех работах всю жизнь работал. Я для бога старался жить. И вот это ни похвала никакая, ничего. Просто я в этом ничего не вижу. Для меня норма жизни. Ну, вы все равно хотите, значит, хорошее место в раю получить? Где-то руководить кем-то там? Да ничего, я об этом не думаю. Ни о рай, ни о ничего. Просто я понимаю, что вот то, что у меня есть, из этого я могу оторвать. Вот тут живут беднее меня, у него ребятишки там, или кто-то больной. Я вот привык к этому. Я даже не думаю об этом. И об этом не думаю. Ну, а верный в малом над ногим поставлен будет. Это как понимать? Над ногим это как понимать? У батюшки знакомый, тут священник Петр звать. Я фамилию не знаю. В Белоруссии. И у него случился пожар, храм сгорел. Ну, и начали собирать. А мне, я все время откладываю, как только нужда где-то. Вот с пенсии 6500, это где-то, я не знаю сколько, 98 или 102 доллара в месяц. Всего только. Песячная моя пенсия. За 35 лет стажу трудового. Мне не давали на мою работу, это прорабам работать. А только вне ведомственной охраны при милиции. И у меня есть что положить. А так-то я что положил-то? На храм на Белоруссию-то. Вот так. Поехали на Украину, собирали там на Донецк где-то. У меня опять накопилось. А с пенсии, с этой, что может накопиться-то? Она у меня почти целиком остается. Но ко мне она уже не прикасается. Я не на одежу. Ну, как-то Бог так делает. Я вот выйду в ограду, посмотрю. В центре города, 13 соток. Два дома. Такая ель стоит, береза. Перечисляю калины, шиповники, яблони, тут виноград. И то, что я-то не садил. Кто-то был. Это мне дали. Я выиграл за то, что у меня конфисковали в свое время. Я все время хожу и с кем гуляю ночью здесь. И говорю, Бог дал с неба, опустил этот участок. Какое чудо Бог сделал. Я во всем, во всем вижу милость Божию ко мне. Вот я боюсь проспать. Всегда вставать в 4.40. Жена у меня живет за стенкой. Она там с нущатами там с чем-то водит, привозят, водится. То еще там ночует. И я ей наказываю. Ты стучи в 4.40. Мне Бог дал такую жену, что ни разу я не пришел в жизни поднимать на молитву. Она все время раньше встает. И жена так и должна. И кроме того, обязываю одного, допустим, Никита, каждый день, звони мне, когда я один здесь, не с ребятами, когда я один, чтобы я не это, ну, они когда в лагере, а я нахожу их в Потеряевке месте, я чтобы не проспал. То есть это контрольное, контрольное. Так мне боязно проспать интимную встречу с моим Господом. Ну вот, прожили мы вместе зиму, и все стоим в 4.40, а у них на телефоне этот будильник, я даже не знаю, как он вставится. Но я сказал, мне надо вставать хотя бы на час, на полтора раньше. Значит, это я должен в три часа почти вставать в то время, чтобы разобраться с почтой в этом интернете-то. И вот, кто меня переключил. Встаю вовремя, в три с чем-то. Как кто меня в бок толкнет, мой ангел-хранитель. Я уже все только сделаю, опять один уже, начиная молиться, и в это время у них будильник загудел. А я уже выйду там ведерком уже, даже вынести. Уже стою около дверей, дверь нельзя на улице открывать, пока все не станут. Хотя у меня ворота заперты, все, закон. Это вчера было хорошо, сегодня, и завтра будет тоже хорошо. Вы спите, и вдруг кто-то ворвался, представьте. Поэтому они только, у них будильник, а я встану уже, все сделаю, гимнастику, смотрю, как кто пошевелился, я пою Аллилуйя, и двери тогда открываю. А к двери подойдя, перекреститься нужно и сказать, отрекаясь сатаны и всех дел, и о всех ангелов, и о всей гордыне его. И тогда дверь только открывается. То есть, вот этот ритуал, он поддерживает настрой, помогает мне не расслабиться. И слово расслабиться я не знаю. Ну что, в вашей жизни не было, не просыпали? Было, просыпал. Почему? Потому что он лег в два часа почти. Вот такая необходимость была. Ну и что, я себя за это не укоряю, благодарю Бога, что проспал. Проспал? Ну, просал в пять, допустим. Проспал-то, значит, на сорок минут. И все равно, Господи, прости меня, ты знал, что я не мог поднять, и ты пощадил меня, чтобы днем мне не упасть. То есть, я во всем вижу милость Божию, что он так любит меня. Вот враг нападает. Вот сейчас тут у нас на Алтайский край прислали епископа нового, и в нашу епархию, это на четыре части раздробили. И он как лютый зверь на нас кидается. Никогда не видел ничего. Вот, все волонзывать его в Славгороде. Ну и что, я могу только молиться о нем, Господи, обратил. Совершенно неверующий, видимо, человек. Вот, вот, третье послание Иоанна Богослова почитает. Там, говорит, есть диатреф, который нас не принимает, и тех, кто нас принимает, годит. Он точно так же. Кто с ними будет знать, все там отпущать, все будет, за дверями будет стоять, в храм не пускать их. То есть, зверь настоящий. То есть, дикий, лютый волк. Ну, его пригласили, он идет. А митрополит, это-то епископ, вновь поставили, вновь, с Белоруссии, как будто бы нет русских у нас. Нет, с Украины западной, виноват, прости. Ну, а что я могу сделать? Ничего. Значит, Господь показал, что мы это выдержим, выдержим. То есть, он признал нас довольно крепкими, и поэтому нападки не от священников, а от епископов для вас ничего уже не значат. Вот это вот. Да. На этой неделе у нас в понедельник будет, в понедельник, говорю, воскресенье, вот, через три дня, день деревни, 25 лет. Его приглашали, он ни под каким видом. И священникам наказал, кто поедет, я буду то и то делать с ним. Думай. То есть, угнать, ну, вообще, а митрополит приезжает с секретарем, со священниками, с хором, вот, приезжает уже, наверное, пятый раз. Понимаешь, нет? И это то же самое московская патриархия, то есть, она неоднозначная. Вот нам Бог дал митрополита такого, но он долго был священником, а этот ничего не видел, он священником долго был. И поэтому у него опыт такой, и радостный всегда. Ну, свой человек, и фамилия-то Иваников, а там какой-то печь, и не поймешь, что там, даже не выговорю, не знаю, что-то такое фамилия-то. Вот. Он не крещеный, я его знаю, он, то есть, мошеный. Ну, с Украины, что спрашивают-то? Майданеки эти, майдальщики. У них там главные герои, мы знаем, кто. Бандера, Мазепа, и улицы переименовывают. Всех предателей собрали. Хотя мне они не враги. Может, и Мазепа был прав, и про этот я вообще вот считаю, как вот, я все попутно говорю. Ну, может быть, и Бандера был герой, он сидел и у Гитлера, и у Сталина, заботился о своем народе. Ну, не через трупы русские лезьте, москаляку-нагеляку, москаляку-нагеляку, но вообще-то все. Ну, вот так. А я вот сейчас с мужчиной одним познакомился. Он родился 41-го года, 22-го июня родился. Слышите вы, да? Да. И я ему о Боге начал говорить, говорит, а меня бабушка с маленького водила крепко, говорит, за руку брала и в церковь. И говорит, ну, я атеистом стал, я говорю, что так? Он говорит, а я стоял за хлебом в 6 лет, в очереди целый день, и взял этот хлеб, кирпичик взял, и шли немцы, строили мост с кирками, ям кинул этот хлебушек, там чуть-чуть корку, они там дрались за него. Потом, говорит, тут у нас собор есть, и мы, говорит, на траву ляжем, и в полуподвальное оповещение смотрим в окошко, а там, говорит, попы в самогонку ставят, сало, картошку, всякие яшства. А голод страшный был, говорит, и они вот так хорошо ели, а у нас только слюни текли. И, говорит, я что-то, и вот это, говорит, я вот с детства так к вере и не пришел больше из-за этого. Вот, видишь как. Я говорю, так я говорю, при чем есть попы, там, говорю, ты же к Христу, к Христу обратись, а не к попам. Да-да. Вот так вот ему уже 70, сколько там, 70, сколько ему, 41-го года, это 75 лет ему. Что-то ваше фото стало расплывчатое такое, сильно. А, еще хотел, с другом хотим же приехать к вам на крещение, получится, разрешите, не разрешите. Разрешаем. Вы только знаете, что у нас, я каждый день выставляю, и вот это, что разговариваем ролик, то я выставлю, и вы, ну, увидите, я как раз даю там маршрутку вам, вышлю, все. Только за ним, смотри, что бороду никогда не трогал, не только сейчас. Ну и как? То я? А, да нет, другу-то. А вы откуда знаете про бороду? А, я ничего не знаю. Я просто сказал, что у нас в условиях ставится. Если бритый, крещения не будет. Не будет. Он без бороды, допустим, но недавно обратился, уверовал, борода не выросла. Это другой вопрос. Но чтобы он дал обещание, что бороду не будет трогать. Никак. Это мирское, это окатолищивание. Зачем нам нужно это, пописцы? Нет, я оборудовался. Об этом даже не думаю. Жена просит все время, каждый день, чтобы подровнял чуть-чуть. Ну, вот так. Я не буду ровнять. Но единственное, что усы иногда в рот лезут, когда ешь. Нет, нисколько не лезут. Это обман. Это обман. Возьмите сейчас, ну, я не знаю сколько, допустим, 300-400 тысяч старообрядцев. Настоящие. Это никто, ни один священник, ни одной волосинки не стрижет. 300 лет. Это не 300 лет, а от Владимира тысячу лет. В рот не лезет, вот убрал, и все, что-нибудь есть это. Это обман. И все подстригают усы, как мусульмане. Они полностью усы сберевают. Борода, вот это место, все, начиная, не должно прикасаться. Вот оно какое есть. Я вот на военном билете, даже в советское время, и с бородой. Пошел военный билет получать, а борода тросла уже. Хотели на машине ехать, но далеко, полетим на самолете. Да, можно на самолете. Просто думали, в машину хоть что-то положить можно, привезти что-нибудь для лагеря. Ну, у нас все далеко-то. Еще, считайте, далеко-то. А мы в Белоруссию каждый год ездили на машине вот это, с благовестием-то. Проезжали-то. На машине хорошо, что тут не надо не встречать ничего. Вы будете свое у вас. Мы будем думать. Вот у нас издалека приезжали на машинах. Ну, неделю ехать, неделю ехать почти. Почему неделю-то? 4500 от нас. 4500. Мы, когда никуда мы не заезжали, ну, да, ты один сидишь, у нас два шофера-то было. Тысячу километров, ну, 700 это нормально считается, 700. Чтобы нормально за рулем был. У нас уже опыт был. Ну, у нас два шофера. Так мы заезжали в города, в библиотеки, и у нас в среднем на восток ездили. Получалось по 1030 километров в день. Ну, неплохо. Ну, да. Ну, вот мы из города Ишима приехали в один день. Ну, там какие-то часы на другой день. Ну, так у нас два шофера в кабине, это на нашей газели. Да газель-то она скорость-то какую имеет. Мы держали, чтобы не больше 100. 90 километров. Ну, я ничего не просто говорю, как. На самолете это опасно. Я, Тихонич, еще, а такое вот встречалось ли, вот, человек, допустим, неверующий был, а потом обратился к Богу, да? Ну, вера такая слабая, и Господь же может послать такие, как бы, знамения, чтобы укрепить, показать, вот, что все-таки Бог существует. О, нет. Бог может это сделать, но только иудеи требуют чудес. Требуют чудес, а елены ищут мудрости. А мы пропадем во Христа распятого. И Златову говорит, мне чудеса не нужны, я в это верю. Вокруг чудеса, солнце, галактика, тело твое, природа, звери, птицы. Кто сотворил-то? Ты совсем дурной. Ты понимаешь, что ни один маленький комарик не может появиться и пчела. Пчела и комарик, разница есть. Возьми человек и собака. Ну, сравни маленько. Карась и свинья. Это тварно. Такой творец есть. Ну, вот, смотрите. Я вам тогда, что нужно, еще время-то есть до крещения 10 июля. 10 июля. Так что время есть. Ну, даже неделю проедет, еще особенно. Спокойно. Мы, так видишь, мы с большим грузом. Мы прятались везде, ехали. Там в лесополосах и везде. Ближе к городу, в который утром надо заехать. У нас другая миссия была. Представь себе, как мы нас пугали. Мы все узнавали. Как в Австрии, как во Франции, как в Португалии, как в Скандинавии. Это вообще нельзя. На нашей русской машине ехать. Да и поломалась Швеция-то. И все равно мы вернулись и машину сохранили. Понимаешь, на Бога надеешься, для Бога делаешь. Думали ли с Барнаула быть в Порт Находка. В Владивосток. 600 мест посетили. 600 городов и сел за 3 года. Турцию пройти. 6 мусульманских республик. Какие встречи были. Молились и в мещете. У мулы ночевали. Со священниками встречи. С архиереями. Понимаешь, невыносимо. Даже думать было невозможно. А все, Бог позади сделал так. А теперь рядом выходят по улицам только ребята. На Бога, когда надеешься, невероятное Бог делает явным. Это знамение. Нам Бог показал знамение. И мы оставляем для людей пример. Надеяться на Бога. Совершенно невозможное. Как? Да визу нельзя открыть даже. А как вы пойдете в Великобританию? А я еще додумал попасть в Шотландию? В Ирландию? Уж в Исландию только. Ну там отдельный остров, по реке Явик. Туда, ладно, обойдемся. Но я их не оставил. Оставил там, где ближе. Швеция там где, чтобы туда отправили. Эстония. То есть, самое невероятное Бог выполнил. Почему? Потому что все было для Бога. Там ничего не было. Наш только был труд. И то по благословению Божию. Сырую воду пили по всей Европе. Сырую. От океана до океана. И никто не заболел. Нам криком кричали там же. У нас вода плохая. Это такая вода. А мы все брали. Нам некогда кипятить-то было. Мы в пути были. Мы работали. Работали. И не было ни разу, чтобы проспали. Ни разу не было. Вот так, чтобы сказали. Все невозможно. Все сделали. Даже на эвакуаторах сколько ехали. И все равно выехали из Швеции. И все равно ремонт сделали. Интересно. Не менее интересно было. Когда уже в Калининград притащили нас из Швеции. Эвакуаторы. Эвакуатор. Я посчитал примерно в 100 раз дороже, чем ехать своим ходом. Ужас один. И все равно доехали. И деньги посылали люди. Так мало того, находились такие, которые за нами следили. И они говорили, если машина сломалась, бросайте ее. Мы сейчас вам перечисляем деньги. Покупайте новую иномарку и едете дальше. Слушай, ну вообще приятно слышать это. Конечно, мы этого не сделали. И вот когда приехали, а у нее родина, у нашей Газели, это Нижний Новгород. И как там были. Вот представь себе. Нам надо, мы приехали на ее альма-матор, как говорится. Нигде не допускают, ничего нет. Огромное здание. Ни инженера нет, ни конструктора. Нам бы хотелось рассказать. И может быть как-то помогли бы детальку-то. Потому что заводской брак оказался. Лопнула шестерня передачи топлива. Серьезная поломка в Швеции была. Нигде не могли и не могли отремонтировать. Ну и что? Ничего не принимают. Мы тогда вышли из здания. Я говорю, братья, в сторону отойдем. Чуть-чуть в сторонку. И мы стали молиться. Перед окнами у них. Молиться, кланяться, поднимать руки. Три бородатые стоят. Там вышли, здесь идет начальство. Вам надо в сторону отойти. Не прогоняют. Мы маленько в сторону. И опять встали и молимся. Ничего не делаем. Только молимся. Я на молитве еще стою и вижу. Три знатных таких. Видно прямо это. Нерабочие. Одетые, представительные. Не пузатые. И противные недалеко от нас на нас смотрят. Я говорю, давайте заканчиваем молиться. Подойдем к ним. Подошли. А это уже вызвали. Главного инженера. Главного конструктора. Там чуть не до директора. И тут у нас было такое. И они с нами дали там представитель. Он поехал. На ходу слушал. Что делать не хватает. Специалист по машинам. Потом сразу нас туда. И за день, чтобы отремонтировали. И они нас в столовую бесплатно. Мы говорим, туда мы не пойдем. Так они в столовой нам принесли. Постный день. Там помидоры, хлеба, воды. Корреспондента дали. Там все записывают. Фотографируют. Никакого у нас не было ходатайства о нас. Один Бог. И вот как Бог сделал это. Мы все это засняли. В интернете стоит. Понимаешь? Никто не знает нас. Да без вас хватает людей. Да мало ли. Сломались, не сломались. Ты купил, ты теперь за нее отвечаешь. Еще подобного. Бесплатный ремонт сделали. Все как надо. Только одно у нас получилось не так. Мы не смогли в интернете найти газету, где они напечатали материалы про нас. Они фотографировали долго. Все расспрашивали, записывали. И мы так и не узнали, какая была статья. А хотелось бы. Да, у Бога все очень интересно. Да. Вот интересно. Вот смотри. Вот вчера у меня случай какой был. Теперь уже не вчера, а позавчера. У меня три кошки. Три. Почему? Потому что у меня голубятня. И там пшеница. И мошки наваленные. Между ними мыши так грызут. И она все в труху превращает. Я только вчера полез, четыре мешка съели целиком. Но они небольшие мешки. Мыши. Зимой-то холодно. Простыла кошка. Я не стал туда садить. Без этого нельзя. Потому что я люблю голубей. Ну и двух кошек отправил с ребятами. А одну оставил себе. Потому что в комнату иногда мышки-то забегают. И она каргулит. А теперь мне ехать сейчас в Потеряевку на день деревни-то. А как я с кошкой вот сижу и думаю, куда же мне ее деть-то? Кто-то кормит. Должен. Есть комендант-эконом у нас избранный. Он смотрит. Это два дома. Территория. Ночевать. Ну я-то сижу только думаю, как же мне кошку-то пристроить куда? А у него, у этого коменданта-эконома, породистый, шикарный кот. Вот. И вот он меня спрашивает. Он кот-то мой кошек давно не видел. А то ему не вредно воздержание-то такое? Я говорю, нет. Нет, ничего нет. Ну у вас если кошка будет проситься замуж, то мне отдай ее. Коту моему-то. И она ни раньше, ни позже стала мяукать, крутиться, вертеться. Ну как у кошек принято-то. Я ее уговариваю. Бесполезно. И он пришел под вчера. Ее в коробку у него стягнул. Теперь держи до воскресенья, пока я вернусь. Даже вот такую маленькую деталь. Куда кошку девать? А не надо. На нее очередь уже встала. Хозяин и кот. И он ее утащил. А у меня вот сейчас случай такой был. Ребенок мой увлекся телефоном. Смотрю, придется в школу, все в телефон. Ходит, смотрит, все там. Ну, постоянно в нем. Я уже говорю, ты прекращай, давай уроки делай побольше, а не телефон этот. Но он не слушает так. Хорошо, хорошо, хорошо. Я смотрю, все равно в телефоне. Я на молитве прошу, Господи, отвлеки его от телефона, от этой зависимости. И вечером, на следующий вечер утопил его в ванне ребенок. И все, уже вторую неделю без телефона. Утопил. А куда он делся, телефон-то, не понял. В ванне мылся, слушал и утопил его. Упал в воду. О, у меня такое было. Я говорю, я попросил у Бога. Я думал, он ему мозги вразумит, а он просто утопил ему телефон и все. На следующий же день. И не покупай больше. Вот если бы это было у меня, вот в лагере, как только приезжают, родители знают, все телефоны изымаются. Это очень вредно. Больше двух минут разговаривать вредно. Больше двух. И не больше, чем пять раз в сутки. Это предельная норма. Лучше совсем не говорить. А ребенок, если к этому привязан, это зависимость. Там делать нечем в телефоне. Вот у меня телефон. Мне его подарили. Благодетель. Вот давно он за меня платит вот в интернете. Я не плачу нигде. Находится человек, который платит. Он мне привез. У меня телефон. Он что-то случил. А, дорога ехали. Их заряжать надо. А когда он на зарядке, в это время машину заводит, она сжигает. Нельзя в это время делать. Ну, забыли. И он у меня... Все, нету. И не могли ничего сделать-то. Ну, и он говорит, я тебе куплю. Привез в магазин и купить не может. Какой не возьмет? Я говорю, а дешевле есть? Он говорит, есть. Ну, там совсем... Наконец-то он самый-самый-самый дешевый. Он даром берет. Ну, не мои же деньги. Никогда дороже не возьму. Никогда. И он мне это откупил, и я никому не звоню. Звоню только крайне-крайне. Вот застряла машина где-то. А на мне люди посылают деньги. Кто не знаю. Знаю, как я живу. Гляжу на тысячу больше. Один раз посмотрел. На три тысячи больше. Три тысячи. На телефон. У меня ни копейки. Я наконец гляжу. Уже за пять тысяч. Тогда я узнаю, как эти деньги снять. Нашел кто-то беднее меня. Ну, и они меня за день перевели, на себя перекинули. Я не трачу нигде деньги. Нигде. Я не могу. Мне тяжело делается. Просто неприятно делается, что я кому-то в тягость буду. И деньги эти перечислили на того, у кого там ребятишек больше, кто больше звонит. И он опять остановился, там несколько сот, там, ну и все. И на одном месте стоит. Я не звоню никому. Кому надо, мне позвонят. А зачем звонить-то? Я мысленно воображаю, что его не изобрели. О которых дети в лагере с родителями договорились, два часа у нас обед. А до обеда там дети в разных местах бывают. Работают там где-то. Одни на огороде, другие там на реке или где-то. А в два часа у нас уже должны стоять на молитве. В это время звонят. Кто, кого надо? Надо, допустим, Женя там спросить. Я бы разу уху подставил, он послушал, я убрал и все. А телефон отдам, когда кончится. Даже не брать. То есть все обдумано, все строго. Переиллюстрация почты. Так же самое и телефонных разговоров. Да. Бога всех интересно. Вот я вот, был тоже такой случай. Иду навстречу с человеком, там работать я должен был. Ну, к женщине шел. Ну, думаю, посмотрит сейчас на меня с такой бородой, испугается, еще не даст мне работу. А оно произошло все наоборот. То есть, она даже сказала так, что, говорит, я вижу, ты порядочный, вот тебе ключи, вот от квартиры работай. Я думаю, ничего себе, шел в смысле, что она меня испугается. А она говорит, я тебе верю, ты порядочный. Вот тебе и борода, кажется, оказалась одно. У меня близкий человек был друг мой. Друг настоящий. Он был неверующий, был начальник радиостанции Константина Константиновича Рокоссовского. Всю войну прошел на передовой. Я обратился к Богу. И другим свидетельствовал о Боге и рассказывал о протоколах сионских мудрецов. Но его арестовали. И говорит, что против него Меркулов был первый заместитель Берии. Приговорили его к расстрелу. Ну, ваше слово, он говорит, ну, благодарю. Ну, а ходатайствовать надо. Зачем, говорит? Я, говорит, я уже устал в этой жизни. Мне пора идти. Молодой, пора к Богу идти. Они еще не могли сделать сами. Опровержение сделали. 25 лет дали ему. 5 лет поражения в правах. 5 лет ссылки и 5 лет поражения в правах. 35 лет накрутили. Где? Вообще, даже сказать не невозможно. А Сталин через 2 года, 4 месяца, говорит, скопытился. Это мерзкое животное. Ну, и он вышел на свободу. И вот, у меня с ним была дружба настоящая. Вот, что бы где ни было. Я сначала, откровение трудно было найти. Через него я нашел Андрея Кесарико-Подокийского. Где-то. И вот, какой бы вопрос у меня ни был, вот, говорит, у вас учителей никогда не было. Это неправда. Устинов Александр Иванович. В городе Минусинске он и умер. Я ездил туда уже, на могиле был у него. И вот, какой вопрос возникает, во свете Библии, как разбирать с ним, у него опыт. И вот, у него ребятишек было десятеро. Восемь сыновей, две дочери. Ребятишки маленькие, а ворота высоковатые. И они, он запрет, а они под ворота, как щенки. На ту сторону прибегают, ой, там, на другом доме, это, сосед пришел, такой страшный, а что страшный, бритый, безбородый. А тут приезжают все с бородами, тот сказал, боится с бородой там. А у нас наоборот. Если с бородой, это наш человек. Не прокурено, усы не желтые. И главное, под ворота шмыгнут оттуда, и, ой, какой страшный он безбородый. Безбородый. Вот, это все зависит от того, как ты послаешь. Они едят все без бороды, он пьяный, курит, матерится. А с бородами-то приезжает полный дом. И ни один худого слова не скажет. Да мало того, еще яблоко какое-то привезет. Игнатий Тихонович, еще вот вам расскажу очень интересный случай, как меня вообще борода спасла. Значит, звонит мне из милиции на телефон, говорит, придите к нам в отдел. Не помню, по телефону вроде даже ничего не сказали. Ну, придите, да придите. А, сказали, что, нет, вообще ничего не сказали. Придешь к отдел, позвонишь, я тебе выйду встречу, следователь говорит. Ну, я позвонил, он вышел во двор, стоит рядом со мной, и смотрит так по сторонам. Я говорю, а вы, может, меня ждете? Ну, это я. Он так на меня посорил, свободен. Я говорю, а что такое? Он говорит, да, было совершено насильно, ну, какое-то насилие над детьми, где-то какой-то маньяк. И вот, всех, кто в этом районе был с телефонами, а я был в магазине строительном в этом районе, всех вызывали и брали там, слюну, брали для ДНК, там, эти, как его, фотороботы эти делали. И вот, все бритые, они пошли там, слюну сдавали, там, фотороботы, на меня посмотрел, говорит, свободен. А я шел, думал, ну, сейчас посмотрят, ты на меня с такой бордой точно скажешь, что маньяк. У меня похожий случай был, правда, не такой немного. Я строитель, ну, а прорабом-то нельзя работать было уже, только рабочим. Ну, рабочий, я все специальности знаю. И вот, вызывает, так сказать, фотографию, надо большую сделать, большая прям фотография. Ну, я принес фотографию, пропуск. И прохожу, а самого как-то на душе нехорошо. Я говорю, фотографии заходили, где на заводах-то мы заходили, нормальный пропуск, а это большая фотография. Я говорю, а почему? Как почему? Так это военный завод, чтобы легко было определить свой. Я говорю, военный. А зачем же нас туда? Ну, нам какое дело, нам фундаменты под моторы эти заливать, под станки. Ну, я говорю, нет, я военный не участвую, потому что я христианин, так тут не убивать, тут только делать, а то содействует этому, я не буду. В советское время, вообрази, это еще там, ну, где-то, ну, совсем недалеко, 70-е годы даже нету еще. Это было серьезное, это дело, 65-й год там примерно. Ну, я разворачиваюсь и пошел назад. И то ли дали указания, то ли еще и меня охранник, так, отойдите в сторону, завел. Так, вы вас видели, как вы заносили водку сюда? Водку? Я? Я говорю, слушай, пока никто не знает, отпусти меня скорее, завтра над вами весь завод будет смеяться. Я бьюсь против алкоголя, я верующий, я христианин. Он такой испуганный, прям за мной отступил, я говорю, туда иди скорее отсюда. И все. А другое, племянник мой приехал, хороший племянник, ну, что-то не так сделал. Ну, в деревне и в городе же, тут навык другой, ты и машиной где-то там выехал не так-то. Милиционер его задержал, проверяет, гаи ему там штраф дать, да где вы тут, деревня? Где здесь? Он говорит, я и есть из деревни. Из деревни? А ты, может, и про Потеряевку слышал? Он говорит, что слышать-то? Говорит, я живу там, да ты Игнатия Тихоновича знаешь? Он говорит, а я племянник его. Он так на меня посмотрел, племянник? И сразу говорит, иди, езжай, но только больше не нарушай. А в другом, это он рассказывает, а в другом, он предприниматель и фотограф, безруков, это тот Андрей Балустинов, а это предприниматель Павел Федорович Безруков. Ну и что-то там проверять зашли, у него прямо на старом базаре, это и нашли в вине осадок. Ну я так запечатанные бутылки беру для посетителей, у него, видя, ну как ресторанчик открытый небольшой, не ресторанчик, ну там, ну такое, поесть. Ну и сразу там, женщина с ним, с милицией, села и записывает, у него там два помещения в кабинете, и записывает все это нарушение, то другое, а начальник-то ходит, и на стенки, так, благодарность, благодарственная, православный детский трудовой лагерь. Так вы что, знаете этих людей? Говорит, я, говорит, туда каждый год езжу, а благодарность за что? Ну я, говорит, сахару давал, говорит, там, печенье на лагерь. Вон как, он тогда вышел, у которого там секретарь говорит, дай сюда бумагу, порвал ее эту бумагу-то. Ладно, говорит, штрафа никакого, а штраф большой, штраф, штрафа не будет, но только впредь сделай, чтобы не было осадков в вине. Он говорит, ну я в бутылках запечатанных взял, ну смотри, понимаешь как, даже имя наше грешное, ну грешного человека, и как действует на людей. Они знают, мы абсолютно безобманны, наивные. Вот мне, я знаю, да, есть гомосексуализм, вот это Андрей Кураев там разоблачает, ну есть, писание говорит, садомиты, разжигались похотью друг на другах, мужчина на мужчинах, делая срам, мне в ум не вкладывается. Неужели вот живой человек, или там зоофилы, там с животными совокупляются. Библия об этом говорит. В моем сознании это не укладывается. Я говорю, да, есть, а внутри говорит, это невозможно. Естественно, оставим, говорит, естественное употребление женского пола, естественное, и неестественное. Что неестественно, то дико страшно. Меня убеждать не надо, что есть. Я знаю, раз написано в Библии, есть. Но в разуме у меня нет ни одной ямочки, чтобы я сказал, что это нормально там или как-то. То есть, настолько невероятно. Гитлер их уничтожал, мусульмане их уничтожают, всех сразу. Это, вот такое дело. И поэтому, их я даже обличать таких, подстыдился бы даже. Вот сказали, вот он перед тобой как раз такой. На меня один вышел, а мы с товарищем, то, то другое, а мне один человек, хороший, знакомый, болящий, парализованный, говорит, что ты смотришь, это же, я думаю, все социалисты. А они там беседовали. Ух ты, я скорее их там, куда, в черный список, и больше никаких. Вот такое дело. Это все в человеке зависит, от тебя. Меня бедность никогда не пугала, мы в ней выросли, с чего мы начали говорить. И я каждый день прошу Господи, научи нас в бедности жить, безропотно, имея пропитание, одежду, быть довольным. А жилье ты дай каждому. И особенно дай вот тому-то, и священнику из города Северска, Дудин Сергею, у него трудности такие. А что он на меня там, что говорит, это не имеет значения. Я каждый день молюсь о нем. Господи, дай ему квартиру хорошую. Ему трудно. Понимаешь, жизнь должна быть наполнена радостью и заботой. Так что готовься. Готовься. Сына привози, товарища, кто там есть, заранее им говорите. Приехать на несколько дней пораньше надо, пораньше, чтобы дня 4 побыть. У нас льдом ломает пирс, с которого погружение идет. Надо работать будет тут, забивать сваи. В прошлом году приехали хорошие братья, и все это сделали, успели. Наши не успевают лагерные. Да это трудно очень. Материал наш. Ну, запорил пруду 180 лет с лишним. И поэтому... Так, минутку. Христос воскрес! Не забыла, что нужно отправить книги почтой? Положи туда несколько квиточков наших этих... Ну, все, знаешь, да? Ну, с Богом! У нас так принято, старшая сестра все время проверяет, что на месте ничего не случилось ли. А я отвечаю, в так обыкновенные дни, я отвечаю, слава Иисусу Христу, она вовеки слава, и скорее положим. А 5 секунд не включается еще. Мы каждый день перезваниваемся, один раз в сутки. Ну, мы не воруем, ничего так положено. А сейчас Христос воскрес! Я обычно в истину воскрес! А вообще, раз случилось один, на меня вышел, я деньги вам послал, а книг нету. Когда ты послал? Как, где живешь? Ни адреса не дал, ничего. Вообще, взял, сам приспособился, и докажут, что мог послать. А то бабушке сказали, внущие, где есть, говорит, на почту. Она пришла, около столба, положила валенки-то. Ну, говорит, я отослал. А где валенки? Я, говорит, около столба, положила около почты. Ну, да как они, валенки, по проводам? А я и то думаю, как они по проводам потащат валенки? Да их запечатать надо, написать было. Эх, баба, пошла, валенок-то нету. Так и этот вчера, я говорю, ты же еще не сказал мне. Деньги послал, как ты их послал? Я на телефон. На какой телефон? Я же сказал, у меня сберкнижка или карточка есть? И когда договоримся, я скажу, все, принято, квиток, сфотографирую его, покажи, чтобы я видел. Ну, ты живешь в Ростове-на-Дону, а я в Барнауле. Как я могу знать-то? Ты, может, обманщик какой. Ну, и дальше, я пошел, деньги получил, и тогда я тебе высылаю. Здесь ничего нету. Жди, ты можешь ждать хоть сколько, я не знаю. И вот поэтому, посылает они я, посылает кто-то. Я должен продиктовать, там книги есть, должен телефон сказать, и теперь сегодня уже пошлют. Ребята-то уехали, обычно они отвозят. Бывает все 38 книг, а это 31 килограмм. Это же груз. А я один остался, поэтому я пользуюсь старшей сестрой. Она все годы этим занимается. Видишь, как, еще не коснись, я ничего сам не знаю. А обо мне такая речь идет. А меня-то там нигде и нет, я только в свидетелях. А сколько сестре лет старшей? Как? Сколько лет сестре? Сестре? Я сейчас точно не скажу, но пенсионерка уже. 60. Старшая вы говорите. А? Старшая. Говорите старшая сестра. Ну, так написано старшая сестра. Сестра у нас сестричество, и который над ними руководитель, называется старшая сестра. Я думал, ваша сестра. Нет. Нет, в общем, это Капустина, Татьяна Кузьминишина. Добродетельна. Она дома почти не бывает. Все время она за больными где-то ухаживает, в больнице, домой берет, вообще, невероятно. И какие-то на нее такие несчастья. То запнулась, упала, такая есть в житиях святых там, она у нее все явлалия. Она то запуталась, то упала, и думает, обварилась кипятком, или что-то. Но она в пример ставится. Вот и не так, но она случилась. Полезла там на полку, упала, и ребра сломала, и она все буквально делает. Где еще не случись? По больным отчет дает. Куда в копейка каждая потраченная. Удивительные люди у нас. Ну да. Ну, спаси Христос. Спаси Христос. Я пойду ложиться спать. Я еще не ложился. У нас, наверное, уже часа три ночи. Ну да, ну да. Но вы знали, если бы ребята были здесь, я бы на вас не вышел. Я отложил утреннюю молитву, потому что у меня такой порядок. 4.40, а уже 6 по-нашему. Ну, с Богом, Игорь. С Богом. Еще невероятно. Ясно спрашиваю. Всех Христос. Отмечайте.